Показанный в прошлом году паркетник Audi Q3 еще даже не добрался до России, но уже дебютировала новая вариация – Q3 Sportback. Приплюснутый сверху небольшой кроссовер от исходника отличается рисунком восьмиугольной решетки радиатора с сотами вместо прямоугольных ячеек. Габариты почти не изменились. Крыша занижена на 3 см и стала более покатой из-за более сильного наклона задних стоек. Объем багажника в стандартной конфигурации не изменился, а вот при сложенных задних сидениях емкость все же упала на 125 литров. Зато продольная регулировка заднего дивана включена уже в базовую комплектацию, хотя диапазон смещения уменьшен с 15 до 13 см. В остальном внутреннее убранство Sportback идентично стандартному кроссоверу со слегка развернутой к водителю центральной консолью и экраном мультимедиа-системы на 10 дюймов с четвертью. Двигателей пока два – бензиновый и дизельный. Оба двухлитровые с турбонаддувом. Позже появятся еще две версии – полуторалитровый бензиновый турбомотор на полторы сотни сил и топовый двухлитровый дизель на 190. В трансмиссии может быть шестиступенчатая механика или семиступенчатый робот S-Tronic. Для начальных версий доступен передний привод, а мощные – только полноприводные. Европейские продажи кроссовера начнутся осенью, а выпускать модель будут на венгерском заводе в Diori. В Германии Sportback стоит на 1600 евро больше обычного Q3, а в России новинка появится в следующем году. Известно, что все машины для нас оснастят роботами, а начальным двигателем будет не современный турбомотор 1.5, а привычный уже 1.4.